Можно мне красный диплом, а? Привет, милашки! Вы на канале Кейтен Чанел. Вы видите, кто сегодня со мной. Мой незаменимый помощник, Алёночка. Здравствуйте, здравствуйте. Хлопаем. А это значит, что сегодня, в день 1 сентября, я предложила Алёне опозорить меня до конца. Мы решили опуститься ещё ниже и проверить мои умственные способности, точнее, школьную программу, спустя очень много лет, после того, как я её закончила. Так что сегодня я буду отвечать на школьные вопросы. Итак, давайте начнём. Мне, если честно, страшно, потому что... Не грустно. Я чувствую себя тупой. Я бы тебе подсказывать. Нет. Всё, будет честно, исключительно честно. Она мне сказала взять ручку в листик, но мне уже это не нравится. Пока, пока, Майя. Значит, вопрос с географией. У меня было 12 баллов по географии. Сейчас смотрите, как я буду подворить. Примерно какой процент поверхности Земли покрыт океанами? 80. Есть варианты ответа. 64, 83, 71 или 55? 71. Думаешь, 71? Не знаю. Ты права? Да? Да. Я знаю, что много воды. Ну, почти как в человеке. Я думала, да, больше. Я что-то думала, что 81. Ладно, это повезло. Это мне? Я проснулся от революции. Второй вопросик с анатомией. Сколько всего зубов у обычного человека? У меня не было анатомии 32. Была у тебя анатомия в 11 классе. Может, два урока было? А, подожди, зубов? Да, зубов еще. А, так это, блин, все знают. Не уверена. Ох, не уверена. Едем? Да. Каким символом обозначается химический элемент железа? В периодическом. Варианты ответов. Давай варианты ответов ты посмотришь. Лиавром какой-нибудь. Где? Не будет вопросик. Ответики вот тут. Ферром. Ты безгранично права. Ненавижу химию вообще. Слушайте, я реально думала, я буду позориться, но да ладно. Угадала. Давай, задай такое, чтобы я прям в хлам. Биология? Раз у тебя не было анатомии. В какой органелле растения происходит фотосинтез? Хлоропласт, хлорофилм, лист или цитоплазма? В какой органелле растения? Органелла. Ну, растения необычные. Это части растения или как клетка называется в растении? Ну, то есть листика, а в средине. Ну, органелла. Ну, видимо, это что-то помельче. Ну, я думаю, это как орган, типа, ну, листик тогда. Это вопрос биологии, блин. У меня бы сложнее были вопросы. И к хромосому все дела. А, тупень. В какой органелле растения происходит фотосинтез? Хлоропласт, хлорофилм, лист или цитоплазм? Хлоропласт. Он такой существует вообще? Ну, я предполагаю, да. Значит, где-то в хлоропласте. Хрен с ним. Хлоропласт. Правильно. Она опять угадала. Фотосинтез происходит в листьях растения, в крошечных структурах, называемых хлоропластами. Пока мне везет, я угадываю. Просто, а давай я это купим в лотерею любви. Вопрос из физики. Вы можете видеть свое отражение в зеркале, потому что свет преломляемый, отраженный, дифрагированный или поглощенный. И здесь мы... Падает в зеркало, ты видишь в нем отражение. Свет туда падает. Так там же, что у тебя есть поглощение, отражение, еще как будто дефрагированный. Свет преломляемый, отраженный, дифрагированный или поглощенный? Совсем было, чтобы было так просто. Ну, поглощенный, скорее всего, это его поглотило не пускать. Дефрагированный я в душе не... Преломляемый или отраженный? Свет. Если мы видим отражение, то отраженный, но преломляемый это как? Я пытаюсь просто визуально это представить. Мы с тобой, конечно, вместе отвечаем, отраженный. И мой ответ при... Отраженный. Отраженный. И ты снова промел. Гладкая поверхность отражает свет, поэтому вы видите зеркальное отражение себя, а шероховатая поверхность рассеивает. Вернемся к органеллам и их клеточным нахождением. Какая клеточная органелла отвечает за производство белков? Варианты ответов. Рибосомы, ядрышка, митохондрия или липиды? У меня есть два варианта ответа. Ну, давай. Первый. Что там? Рибосомы. И митохондрия. Рибосомы. Совершенно запомнилась биология. За что не отвечают? Митохондрия, это, наверное, что с делением связано. Я не знаю. Смотри, мне меня обрезать придется. Еще раз. Какая клеточная органелла отвечает за производство белков? Рибосомы, ядрышка, митохондрия и липиды. На липиды похоже. Липиды, пептиды, углеводы я в душе не знаю. А ты? Давай. А мне так страшно ошибиться. Ладно. Люка, люка. Погадать из десяти. Выгрушки. А сколько вопросов? Здесь десять. У меня еще есть десять. Значит, это будет бонусный три. Насложно. В общем, я сейчас наугад, потому что я вообще не помню. Я выбираю последний ответ, но я уверена, что там не он. И сейчас узнаю. Та-дам! Нет, это были все-таки рибосомы. Вот, нет, бабушка, она была рибосома. Рибосомы производят белки, необходимые клетки, а также те, которые экспортируются в другие части тела. Каково? Каково? Общее название членов класса теплокровных, яйцекладущих, позвоночных, животных. Давай еще раз, потому что здесь много очень. Каково общее название членов класса теплокровных, яйцекладущих, позвоночных, животных. 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 Ящерицы. А, в общем. Земноводные, птицы, рептилии, млекопитающие. Кто такие млекопитающие? Мы с тобой. Ну, мы яйца не откладываем. Мы яйца не с тобой. Земноводные. Птицы и рептилии. Блин, они все несут. Ну, кроме птиц, они не хранят. Хорошо. Тут подсказка теплокровных. 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 Ну, животных же, а не птицы. Значит, птицы относятся к животным. Я тебе так всегда расскажу. Слушай. А кто-то дополнительный бонусный вопрос. Кто-то первый был. Земноводные, птицы, рептилии и млекопитающие. Млекопитающие. А земноводные. А я там знаю. Они разные бывают. Черепахи тоже жут. Такой хрень. Ну, вот видишь, они разные бывают. А тут надо теплокровные. Курица. Ну, вариант птицы, я так понимаю. Птицы являются представителями этого класса. То 30 лет жила, не знала. А курица, это животные? Восьмой вопросик. Когда новое вещество сформировано с различными свойствами, не похожими на первоначальное вещество... Ещё раз. Физическое изменение, закон термодинамики, кинетическая энергия или химическое изменение. Какой процесс? Химическое изменение. Я даже не буду объяснять просто пальцем в небо. Ты прекрасно тыкаешь пальцем в небо. Химическое изменение необратимо, потому что молекулярные свойства были изменены. Например, когда влага в воздухе встречается с металлом, химическая реакция заставляет его заржаветь. Дальше. Давай, давай. Девятенький вопросик. Па-па-па-па-па. Да, 9 из 10. Что является самым жарким элементом в структуре планеты Земля? Я. Мантия, внутреннее ядро, внешнее ядро или кора? Внутреннее ядро. Внешнее может быть. Я не понимаю, как она делает, но да. По-моему, это вопрос. Учёные оценивают внутреннее ядро Земли, пожарясь с солнцем. Последнее, 10 из первой партии. Да, с первой пачки. Большинство организмов зависимо от какого из следующих источников энергии. Деревья, фотосинтез, солнце, ветер. Организмов? Да, вот мы типа все вокруг зависимы от чего? От солнца. Лович. Это правильный вопрос. Ужа, несите апрельс. Серьёзно. Какие же существа жуют желудком? Кошки, куры, раки, псы. Ох, как много подходит. Так, ещё раз по очереди. Первое. Кошки. Кошки желудком жуют. Дальше. Куры. Логично, у них нет аппарата, которым жевать. Логично. Раки. Вообще, свиньи, они что, да, кирпичи загладывают, чтобы там перевариваться. Никак они не жуют, перетирают. А кто ещё там? Раки. Раки вообще не знаю, чем они живут. Так, ладно, раки могут быть. Мусы. Не, ну эти жуют желудком. У меня раки под вопросом. И кто там с первым был? Кошки и куры. И куры. Ну, что там не больше кур? Я, правда, не знаю про раков понимаешь. Я знаю, что они едят всякую дрянь на дна. Жуют, прям жуют. Ну, прям жуют написано. Как? Желудком. Желудка. Как? Пускай будут раки. Всё. Это безграничное право. Да? Угу. Я просто подумала, как может курица жевать желудком. Дальше. Что теряют космонавты во время полёта? Сознание, сон, вес и память. Я плохо про космонавта смотрела. Я улетел, не помню. Спать они спят. Вес могут потерять. Хотя не факт. Что же там вообще было? Сознание и память. Причём? Во время полёта. Ну, сознание могут потерять. А, есть теряют. Алина. Что из этого всего изобрели раньше? Часы, противогаз, термометр или телефон? Лампочку. И это был бы невежный вариант без этого перечня. Часы. Так. Противогаз. Так. Термометр. Так. Телефон. Часы. Тя-дя-дя-дя-дя-дя-дя-дя-дя-дя-дь. То есть снова право. Это логично. Метоконтрин называют энергетическими станциями клеток, кое название органел связано с их функцией. А. Синтеза белков. Б. Нифига, рыбасомы синтезируют. Вы тоже выяснили предыдущий сфер. А для отмели этот вариант. Так. Б. Синтез АТФ. И расшифровать. Я не буду. Это метоконтрин. В. Транспорт газов, в обществе кислорода, Г. Внутренне клеточного пищеварения. Почему я так сложно говорю? Потому что я перевожу с другого языка. Так, энергетические станции клеток. У нас в этих организмах связаны с их функцией, отмерим синтез АТФ, транспорт кислорода и прочих газов внутренне клеточного пищеварения. Мне почему-то хочется сказать про газы, но про АТФ я вообще не в курсе. Я не помню ничего. Больше ты скажешь, я даже не помню, что это. Я готовила вопрос туда. Я просто нашла ответы. Я хочу сказать или вот это как там про АТФ? Синтез АТФ или аппарат. Давай, синтез АТФ. И ты права. И на последний вопрос мы решили случайно забуглить вопрос из школьной программы. Сейчас посмотрим, какой будет и будем отвечать на него вместе. Рандомненький седьмой вопрос. Самая длинная в мире река. Это. Я так и думала, что это будет этот вопрос. Амазонка. Нил. Янцз. Нил. Янцз. Что такое Янцз? Я не знаю. Точно не она. Самая длинная. Короче. Да. Ты на Нил ставишь? Я помню визуально. А тебе Нил находится в Африке или в Африке? То есть едет. Да. А Амазонка в Америке? Не вздушная. Мне почему-то на Амазонку, но по-моему с ней связана не длина, а глубина. А Нил, наверное, самая широкая. Подожди, блин. Ааа. А ты как думаешь? А ты знаешь ответ, да? Нет. Ты как думаешь? Мне надо нажать на картинку, чтобы узнать ответ. Я еще не жаловала. Не знаю. Я думаю Амазонка. Я тоже думаю Амазонка. Хотя Нил намекает. А Янцз вообще какой-то рядом стоит такой? Нет. Там вообще. Где Янцз? Что вы хотите? А сейчас так хоп и Янцз. Будет очень весело. Скорее всего Амазонка. Думаешь Амазонка? Не знаю. Меня поставлю на Нил. Нет. Нет. Честно, ты сказала Амазонка. Ты хочешь? Нет. Я думала. Нет. Ну хорошо. Пускай будет Амазонка. Посадится до конца. Да, мы угадали. Я очень удивлена и рада результатами наших сегодняшних дебатов. Я реально думала, что у меня все намного хуже. Самооценочка у меня прибавилась. Я реально всегда думала, что у меня немножечко как-то вот не хватает каких-то знаний, ума в каких-то сферах. Но сейчас я реально могу всех утереть тем, а вы знаете, какая самая длинная река в мире? А вот и не знаете. А это Амазонка. Значит, если вам понравилась, я надеюсь вам понравилась такая тематика, напишите на какую тему еще снять такую викторину и напишите сколько правильных ответов дали. Вы только честно, без гугла. Мне будет интересно узнать, кто со мной на одной волне. Хочу сказать спасибо моему и поставили вам помощь к Алене. Я надеюсь, она еще не раз появится у меня на канале. А я пошла монтировать это видео. Надеюсь, вы его увидите первого сентября. Хотя бы третьего. Спасибо всем, что были с нами. Всем пока. Ну, ну, так как я... Ты считаешь, что два в степени полтора это три. Да. Два в степени один. А, так равно уж. Как так? Сказала бы я свою чистую совочерточку. Поехали. Мне, кстати, про раков. Там лобстеры, правда, но немножечко тоже рядом являются с раковой. Одна... Одна женщина, очень сильно сердовольная в Америке, переживала за душу лобстера, приходится варить живьё, как и раков, и бросают кипяток к живым. Вот, и она захотела узнать, не будет ли им легче, если их накурить. Женщина взяла марихуану, накурила лобстера, и пошла лобстерила. На самом деле, учёные на этот трэш посмотрели, и выяснили, что действительно нервная система реагирует гораздо спокойнее на процесс сиюминутного умерщвления от полепомощи кипятка. У меня другой вопрос, Костил. Если все утверждают о существовании Бога, какой же силы, почему не предположил, что люди будут варить раком лобстера и всякой малопродуктой живьём, и выбрать им нервную систему, или как-то это всё... Ну, ай, какая тебе разница? Будет он сильно паниковать. А вдруг я в следующей жизни буду лобстером?